На колокольне Николаевского собора в Калязине начался подготовительный этап к проведению работ по реставрации, которая намечена на этот год. В настоящее время рабочие осуществляют доставку на объекты монтаж строительных материалов. Материалы трубы и трапики доставляются к колокольне по льду реки на специальных санях, прикрепленных к снегоходу. Пока на Волге есть снежно-ледяной покров, можно легко и быстро подвести все необходимое для первого этапа работ. Сейчас на колокольне частично демонтировали парапеты в основании второго яруса. В отдельных местах планируется убрать штукатурку и кирпичную кладку. На данном этапе возведены леса второго яруса. Первый ярус у нас остается свободный для проведения буровых работ, для укрепления фундаментов и стен. Планируется поднять леса до креста, то есть высота лесов будет примерно 54 метра. Рабочие поднимают металлические трубы как с помощью лебедки, так и проверенным веками способом. С помощью каната и тяги. Рабочие говорят, так даже быстрее и удобнее. И еще планируется в отдельных местах сделать демонтаж штукатурки и кирпичной кладки. Когда возведем леса полностью, в полном объеме, будет закрыто все фасадной сеткой, чтобы предотвратить падение инструмента, падение материалов. Начавшиеся работы по устройству лесов привлекают внимание как местных жителей, так и туристов, которые пользуются возможностью подойти ближе по льду к символу Калязина. Однако администрация района просит с пониманием отнестись, что территория на время реставрации памятника будет закрыта. Напомним, что объект был построен в 1800-1801 годах. При строительстве углического водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.